Обилие снега и его таяние часто вызывают подтопление территорий, находящихся рядом с водными объектами. Такая ситуация случалась неоднократно на протяжении последних лет в садоводческом некоммерческом товариществе «Утро», которое расположено рядом с рекой Воря неподалеку от деревни Кармолина. В позапрошлом году оказались подтопленными достаточно большие пространства в этом дачном хозяйстве. Тогда это произошло летом из-за обильных дождей. Этой весной есть угроза подтопления из-за ожидаемого паводка. Так сотрудники комиссии по чрезвычайным ситуациям городского округа Щелково совместно с представителями территориальных отделов администрации выехали на место. Мы готовимся к паводкам заранее. В городском округе Щелково создана рабочая группа, которая контролирует всю ситуацию на территориях, на водоемах, на гидротехнических сооружениях. Мы выезжаем на место, обследуем и общаемся с теми группами населения, которые могут быть расположены, потенциально опасных в районах. На 14-15 апреля ожидается резкое повышение температуры до 15 градусов тепла. Это приведет к сильнейшему таянию снега. Всего в СНТ утро. Более 270 собственников земли. Они здесь ведут хозяйство с 1992 года. Постоянно в товариществе проживают около 30 семей. Как рассказал Владимир Кривцов, паводки – это давняя болезнь данной территории. Земля на данный момент уже насыщена водой, так как под снегом в этом году зимой она не замерзала. И будет двойной удар. Грунтовых вод и талых вод, сточных. Речка будет резко подниматься. По моим расчетам, я думаю, что участки будут затапливаться. В прошлом году паводок был небольшим. Ситуацию на территориях рядом с рекой Воря удалось изменить благодаря целому комплексу гидрологических работ, проведенных на водных объектах в данной местности. СНТ «Утро» – это самое опасное место в городском Крещелково. Если здесь все проходит нормально, значит, остальные места не затапливают. Впервые за 14 лет в прошлом году у нас получилось так, что здесь все прошло хорошо. Поэтому мы сейчас здесь готовимся. Силами Центра гражданской защиты проведен мониторинг. Восьми гидротехнических сооружений, расположенных на территории округа, осуществлены работы по очистке водопропускных устройств. На реках Воря, Лошутка и Ширенко установлены шесть вешек для ежедневного мониторинга на уровне воды. Сформирован резерв мотопомп, дренажных насосов и других технических средств по откачке воды в количестве 84 единиц. На устранение подтоплений готовы выезжать мобильные бригады. В постоянной готовности находится личный состав служб спасения в количестве 583 человек. Могут быть задействованы 244 единицы автомобильной, инженерной и специальной техники. При необходимости эвакуации населения из зон подтопления к развертыванию приготовлены восемь пунктов временного размещения вместимостью 1850 человек. Здесь люди все обученные, уже знают, как это себя делать. Значит, мы работаем со старшими здесь в садовых товариществах. У нас это прямая связь в круглосуточном режиме. Мы общаемся, мы знаем. Если нужна будет помощь, мы ее окажем так, как положено. Заместитель председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям Леонид Киселев напомнил, что в случае подтопления дорог, земельных участков садовых товариществ, жилых домов и дворовых территорий необходимо сообщать по телефону 8-985-457-9843-8-496-561-1112 или по единому номеру 112. Андрей Циханович, Александр Рожевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...